в презентации. Следующий слайд очень интересный. Здесь говорится, кто участвует на конкурсах в фондах. Например, если кандидат сам находит университет, по мировому рейтингу они должны быть топ-300 или по subject топ-100. Например, международные рейтинги это как QS, Times Higher Education, The US News and World Report и ARVO. У нас это все есть, у нас на сайте даже есть списки этих университетов, а также кандидаты сами могут найти университет, они выходят сами в контакт и должны взять acceptance, кто будет участвовать, или же conditional или unconditional, то есть условные подтверждения тоже у нас принимаются. Ну и если что, вот здесь еще рядышком говорить, если выбранный университет или исследовательский центр не включен в рейтинг соответствующих международных рейтинговых агентств, решением по педагогическому совету фонда может быть разрешено обучение в таких университетах или других организациях. Так, в основном дальше уже идут основные требования, мы этот слайд оставим, если у кого-то какие-нибудь вопросы есть, чтобы подробно рассказать. Я могу все рассказать сейчас. Что мы требуем, это вот основной acceptance, IELTS и гарантийное письмо. Все. И кандидаты участвуют в наших конкурсах. Сейчас уже заканчивается наш конкурс 1 мая и следующий конкурс мы ожидаем в июне. То есть у нас раньше были сезонные стипендиальные конкурсы, сейчас в течение года мы объявляем несколько раз в этом году. Первый стипендиальный конкурс у нас прошел в феврале, было объявлено 250 мест по направлениям, по четырем направлениям, по старым требованиям в области математики, биологии, химии и биологии. По этим направлениям выиграли 115 человек, мы недавно объявили список, кто выиграл. И ожидается 5 или 6 мая у нас церемония вручения нашим гражданам, кто выиграл нашу стипендию. Следующим у нас после 1 мая будут отборочные процедуры, то есть мы будем уже отбирать по второму стипендиальному конкурсу. И дальше пойдет уже так. Так, если какие-то интересные вопросы есть или кто-то не понял, вы можете задать сразу ко мне. Диана, если плохо было слышно, можете сказать. Нет, спасибо большое, отлично все было слышно. Подскажите вот сразу вопрос. Фонд действует только для граждан Узбекистана, которые учатся в зарубежных университетах, которые хотят учиться в зарубежных университетах. Правильно, то есть ребята, которые соответствуют всем требованиям, которые изложены в презентации, про которых только что рассказали, они могут, я так понимаю, еще успеть даже до 1 мая подать заявку. Да, конечно. Конечно. Они должны иметь acceptance, IELTS, подтверждение от университета. Университет должен быть в топ-300. Университеты, российские университеты тоже это есть. Вы можете в QS посмотреть, это МГУ, Высшая школа экономики. У нас вчера с ними был вебинар, они рассказали нам о грантах, о стипенциях, то есть как можно выиграть. То есть это только для граждан Республики Узбекистана. Для граждан. То есть, ребят, вы можете еще, если у кого есть вот эти необходимые документы, вы соответствуете всем требованиям кандидата, еще даже до 1 мая подать документы. А следующий отбор, напомните, пожалуйста, вы сказали, когда будет проходить? Это уже будет в июне, конкретные даты еще неизвестны. В июне ожидается и летом. В течение года будут несколько раз. То есть, соответственно, вот опять уточняющий вопрос. Если они поступают, то они получают грант. То есть если у них есть подтверждение, что их принимает ВУЗ, они подают заявку, и им фондом оплачивается это обучение. Верно? Да, это первый этап. Если вот acceptance, они подают. Потом комиссия все это проверяет. И второй этап – это беседа. С ними проводится беседа. То есть по моральным точкам зрения. В фонде? Да, в фонде. Ну, не в фонде. Место находится, экспертный совет собирается с разных университетов. И они могут задать по специальности, по языку, по определенным целям. То есть какая цель у человека, который будет, хочет ли остаться. Чтобы не было желания остаться в другой стране.